Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Казеварт. Сегодня буду рисовать Аиста карандашом на белой бумаге. Карандаш у меня 7B. Вы можете взять абсолютно любой другой карандаш, какой у вас есть под рукой. Для начала рисую линию вертикальную и делю ее вот так вот. Ставлю точку. Желательно наметить вот эту точку где-то наверху, потому что вниз будет располагаться тело, и оно будет достаточно длинным. Рисую вот такой небольшой кружок. В нем будет располагаться только глаз и небольшой клюв. Отмеряю ширину этого круга и ставлю точку вниз. Здесь будет располагаться шея у Аиста. Далее отмеряю столько же влево. И рисую вертикальные линии с одной стороны. Вот здесь точку поставлю. И с другой стороны тоже. Ну так намечу, чисто чтобы видно было ее. На самом деле она ничего особо значить не будет. Теперь рисую круг по ширине, ну то есть ширину я отметила двумя точками. Теперь нужно рисовать круг. Круг должен вот как бы до верхней линии, короче, касаться. Не дальше, не это. Далее отмеряю вот эту ширину круга, которого вот второго. И рисую еще один круг. Не знаю как объяснить, но короче, вот этот второй круг должен касаться первого круга. В точке. Если линию провести под углом 45 градусов, то где-то вот в этой точке он должен касаться. Этот круг не должен выходить дальше, чем середина первого круга. И теперь обвожу вот таким образом. И получается овал. Здесь уже будут крылья у него, здесь же будет и хвостик. Хвостик будет не длиннее, чем ширина, ну этих кругов. Одного из этих кругов. И вот таким образом, конусообразным таким, такой формой я рисую хвостик. Здесь подправляю немножечко сверху, будет все равно более выпуклая, скажем так. Там будет крыло, и поэтому оно чуть выше будет, чем само тело. Теперь рисую ему шею. Чуть-чуть отступлю от круга и начинаю рисовать голову. Голова соединяется с шеей и проходит чуть не прямо по контуру вот этого круга маленького, а чуть ниже получается. Ну вот таким образом. То есть буквой С, я так понимаю, можно это охарактеризовать. Вот здесь вот я рисую линию. То есть вот как раз опять же 45 градусов. Это будет у него клюв. По ширине это будет где-то либо три круга, либо один большой круг. Начинаю прорисовывать голову сверху, дорисовываю ему шею и клюв, соответственно, тоже. Там такая выемка у него в голове. И рисую вот такой вот треугольник, вытянутый. У него разрез на разрез рта, разрез клюва вот этого. Он будет чуть ниже, чем вот эта линия изначальная. А на этой линии, которую я нарисовала первой, там будет глаз располагаться. Вот в этой точке будет глаз. Он будет ближе, наверное, к правой стороне. Если я его нарисую посередине этого круга, то он будет неверным. Короче, будет криво смотреться. А так нормально. И дорисовываю ему типа веки или как это сказать. Ну, короче, вон глаз у него круглый. И там еще как бы сверху и снизу еще как бы такой по треугольничку. Вернее, с начала глаза и в конце глаз там такой маленький треугольчик получается. Ну и вот здесь вот шея должна быть. Я сейчас так примерно отмерю на глаз. Где-то вот здесь вот, наверное, будет располагаться край шеи. Это где-то середина клюва. То есть не дальше, не дальше, не ближе. Где-то середина клюва. Это будет граница. И она уходит шея как бы в тело. Но если держать в голове то, что здесь еще будет крыло, то тело, оно будет чуть-чуть пониже этого крыла. Далее вот здесь вот обвожу, чтобы мне было понятно, какие у меня главные линии, а какие второстепенные. Второстепенные это как раз вот те линии, которые совсем не четкие и такие типа бледные изначально. Ну, здесь где-то будет ориентировочно. Где-то здесь будет у него нога. То есть отмеряю небольшое расстояние от этой главной линии и рисую две ноги. Короче, на этом этапе я поняла, что у меня тупо не влез рисунок. Я, короче, почему-то изначально нарисовала его как-то ниже, что ли. Ну, короче, не подрасчитала. То есть, по сути, надо четыре круга, чтобы влезть в вес рисунок. Но у меня, как обычно, ну, с картинки, с которой я рисовала, там не было вообще этих, там не было этих ног. И я решила, что, ну, собственно, и у меня тоже не будет. Мы будем, сделаем вид, что это типа так и должно было быть. Вот здесь вот, короче, нога у него так проходит. Там, короче, она как-то сгибается. И там еще у него есть пятки. Я пыталась нарисовать их. Или как колени, не пятки. Колени. Пыталась их нарисовать, но решила, что ноги это не самое главное в этом рисунке. Все-таки надо тело дорисовать сначала нормально. А потом уже будет все окей. Ноги нарисовала, голову нарисовала. Сейчас буду рисовать ему крыло. Крыло особо тоже рисовать не нужно. Оно там типа овалом будет. Ну, и вот здесь вот я рисую ему такие перышки. Ну, как бы они закручиваются, соответственно, потому что там такое крыло типа. Вообще, короче, не люблю рисовать всякие мелкие детали. Но все-таки пришлось. Здесь отделяю черные от белого. Сверху будут белые. Ну, белые перья, а снизу будут черные. Я вот сейчас вот отделяю это все дело и рисую перышки так. Ну, чисто на глаз, короче. Не знаю. Просто не знаю, как объяснить. Не знаю, как лежат эти перья. То есть, если шерсть я могу объяснить, то вот, допустим, перья я не могу объяснить. Как они вообще располагаются и почему именно так. Смотрела на референс и рисовала с него. Но, в принципе, так вроде как понятно, где перья располагаются. На хвосте тоже понятно, потому что там они немножечко закручиваются под себя. И поэтому там перышки такие, типа, как бы немножечко овальные, дугообразные. Ну, короче, непрямые. Вот здесь я добавляю это пузико вот это вот у него здесь. Ну, и лапки они тоже там, типа, в перьях, короче. Вот. Собственно, аист готов. Осталось его только раскрасить. Ну, и как закрасить, раскрасить. Если вы рисуете со мной, обязательно покажите мне ваш вариант. Ну, какой он там у вас будет. Цветной, не цветной. Интересно очень. На данном этапе я ему рисую, типа, такие перышки мелкие. Здесь вот нос ему нарисую. Нос обязательно должен быть. И стираю вот эти жирные линии. И начинаю, как бы, такой объемчик рисовать. Потому что у него там все равно перья. И они выпуклые. И я не хочу, чтобы он был таким ровненьким, смазливым, аистом. Хочу, чтобы он был много, чтобы у него было перьев. И вот так вот это я рисую. Типа такими треугольничками, но немножечко под углом. И вот таким образом получаются такие перья непонятной формы. Вообще птиц не люблю рисовать. Потому что, мне кажется, они какие-то сильно простыми. И максимально долго я сегодня рисовала. Потому что, ну, вообще птицы, это, как бы, ну, не моя стихия. Но спасибо, что вы говорите, чтобы я их рисовала. Потому что нужно все попробовать, на самом деле. Это очень здорово. Не все же рисовать одних, там, не знаю, животных, собак, да, кошек, там, диких. Терно прикольно. Хороший опыт. На этом этапе я хочу нарисовать ему перья. И перья здесь я сильно не вырисовываю. Потому что они у него, как бы, ну, смотрят вверх. Как бы так, да, с подстилочкой там такой. Стараюсь просто нарисовать их. И рисую такими, типа, как сказать-то, типа дугой, просто неровной дугой. Скажем так. И здесь, и здесь вот делаю тоже перышки такие маленькие. Ну, там, типа, крыло у него и перьев. Перьев много. Здесь я, получается, как бы, выгнутой дугой рисую. И вот в этом месте я тоже подправляю. И рисую ему тоже перышки такие, как бы, мини. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас начинаю работать с контрастом Беру карандаш HB и начинаю заштриховывать верхнюю часть Вернее не верхнюю, а там где будут белые перья Там все заштриховываю карандашом HB Штрихую я им боком Ни в коем случае не беру его острой стороной Потому что получится острая штриховка Мне она не нужна, она нужна просто такая Ну типа слабенькая И просто фон так закрасить Можно сказать Заберу карандаш 7B свой И начинаю делать самые Ну как это сказать Контраст стараюсь сделать Чтобы был Но все что касается белой части Аиста Все заштриховываю карандашом HB Мне в некоторых местах Стараюсь посильнее нажать Чтобы был какой-то градиент Далее беру карандаш 7B И просто начинаю заштриховывать Где будут черные перья При этом стараюсь штриховать так Что где-то я нажимаю сильнее И получается самая темная часть А где-то нажимаю легче И получается чуть посветлее Балую с градиентом И получается очень прикольно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Ну вот и все Аист готов Обязательно напишите в комментариях Понравился вам или нет рисунок Рисуйте со мной Отправляйте мне его в ВК или Инстаграм Фотографию вашу И конечно же пишите в комментариях Что там, кого там, кого нарисовать еще Ставьте лайк Подписывайтесь на канал И всем спасибо Всем пока! Пока!